Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Андрей Иллижий Иной, и мы продолжаем проводить реверс 1999, возрождение игр Улру. Что ж, в прошлой серии возник конфликт между Эзрой и Спатадей, а не так сказать, Эзра как человек, давайте людей пригласим на игры Улру, там, устроим безопасность, всё. А Спатадей, да какая безопасность, это всё глупости не нужно, а людей вообще нельзя пускать, потому что они всё одно своруют. В общем, проблемы, проблемы разного характера, и это, конечно, печалит, печалит битвы. Но, надеюсь, всё это разберётся, и не забывайте, что в описании под видео есть ссылка на телеграм-канал, посвящённый реверсу, есть ссылка на плейлист со всем моим прошлым прохождением, вы можете посмотреть всё, что не видели, и, недолго ждав, продолжим. Так, так что поддержите меня лайком, комментарием, чем угодно, даже просто просмотром вы меня уже поддерживаете. Так, угу, шанс наступил... схватки между Плаппи и Бенипом в чемодане, да? Плаппи подымает свою голову, Плаппи, ху-ху, Бенип. Плаппи подымает свои, так сказать, конечности и медленно приближается. Бенип, щщщ! Так, Плаппи шагает назад, затем останавливается и наблюдает. Гоу-гоу! Плаппи там перекатывается. Плаппи там начинает хлопать своими крылышками. подымает свою переднюю лапку. Плаппи сдвигает свою голову и касается лапки Бенипа. Бенип кружится вокруг Плаппи и частенько трясет своей головой. Вот и поговорили. Что это было, непонятно. Надеюсь, все были живыми. Заметка исследователя. Страница исследователя на молочных белых грибочках. Ну-ка, давай-ка почитаем про молочные белые грибочки. Это представление к руководству грибам, которые называются молочные острые грибы. Они на самом деле такие острые? Не хочу узнать. Есть ли открытие? Эти грибы были открыты в тенечке возле потока. Видимо, какого-то водопадика. Чтобы предотвратить, чтобы они высохли. А, в стороне от потока. Чтобы они не высохли. Я выкопал их и взял их с собой. Внешнее появление. А, внешнее... Какое внешнее появление? Внешняя внешность. Шляпка. Полусферической формы. И примерно 3 см диаметра. Маленький такой грибочек. Его внешность очень уникальная. с нежными жабрами. Наверное, белая, как снежок. К несчастью, он только растет возле основания рейнджесов. А, ну, наверное, у гор каких-то. Но не на их вершинах так снежных. Такой снежный гриб или возле снежных гор растет. Понятненько. Под его шляпкой располагается множество спор. Которые, когда открываются, проявляют споры. Такие, ну, с кремовым цветом. Образец... Так. Я отрезала маленький кусочек. И когда я его наблюдала через микроскоп, я видела, что он там нежный и скрученный. И там есть, конечно, твердые всякие семечки. Структура очень похожа на другие молочные шляпки. И разница в основном в цвете и в том, что она гриба, грибная такая вещь. Функция. С ее удобностью. Из-за того, что это дикий гриб, его можно съесть сырым или использовать как ингредиент для готовки. Даже после того, как его разрезали, молочный белый сок оставляет свой острый вкус. Он стимулирует аппетит. И поэтому очень подходит для того, чтобы приправлять им. Я о нем хорошенько позаботилась. Для исследования или для того, чтобы покушать, если возникнет необходимость. Медицинская ценность. Так, белый грибочек. Из него можно получить антиподжигательный эффект. И также он антиоксидант. Его можно использовать для лечения ожогов. И если там различные, кстати, болезни. Пусть будет так. Перевел так перевел. Пока эти грибочки могут усиливать иммунную систему тела и усиливать атлетическую способность. Значит ли это, что арканисты могут использовать как допинг? Я это помечу. Мне нужно собрать больше информации. Окружение. Беды грибочки. Очень чувствительные к тому, чтобы расти в подходящем окружении. Поэтому его... Судя по им, можно определить экологическое состояние леса. Таким образом, он стал одним из экологических индикаторов по оценке окружения. Влажность, всякие нейтрогены и уровень кислотности. Это все индикаторы, которые отвечают на рост этих белых грибочков. Это ошибка была с моей стороны. Я только записала место, но забыла проверить окружение. Буду считать это уроком и буду более осторожным в следующем, в будущем. Эзра. Со своими грибочками. Что тут все еще надо? Спотадея. Давай, спотадея. Еще один отчет из биологического журнала. А почему тут спотадея? Так, изучаем изменение эффектов температуры воды. Детектор механизм проверки лжи бенипусов. Экспериментальный образец. 12 взрослых бенипусов под номером от 0,1 до 0,12. Каждый примерно 10 футов длиной разделили на 2 группы А и Б. Каждой группе по 6 человечек. Ну, 6 человечек вот этих бенипусов. И чтобы у них был правильный уровень ну, какой уровень баланс пола. 3 человека волонтера под номером В1, В2 и В3. 2 большие 2 больших аквариума способных, чтобы задержать всего 12 бенипусов. 2 цветных картинки помещены в запечатанную ящичек, изображающий яблочки, бананы и всякий там пирс. Что такое пирс? Не помню. Груши, да. Груши. Метод. Помещен с ним 12 бенипусов из группы А и Б в их подходящие аквариумы. Чтобы у них была свежая вода и кислород подходил, все было в порядке. Убедиться, что группа А, температура группы А поставлена на 14 градусов и температура группы Б на 32 градуса. Направим человека первого, чтобы зашел в комнате и выбрал один из картинок из запечатанных коробочки по рандому, не показывая это двум группам бенипусов. Затем В1 описывает выбранный фрукт на картинке двум группам бенипусов. Это описание может быть правдивым или фальшивым. Чтобы избежать особенностей конкретного персонажа, чтобы он не повлиял на результаты, голоса должны быть изменены и чтобы он не определялся, кто говорит. Записать физиологическую ответы этих двух групп бенипусов с учетом их там вибрации, уровень частоту пульса и телу температура. Заменить человека и повторить шаги 2-4, чтобы каждый из них подошел такой это банан, а на самом деле это яблоко. И он такой это банан желтый длинный. Определить аутентичность контента описываем волонтерами через скрытые камеры записывающие. Сравнить различия психологического ответа, что правда или ложь между двумя группами бенипусов. Результаты. Когда волонтеры правдивое описание проводили, оба группы бенипусов оставались спокойными. Когда волонтеры врали, эти бенипусы начинали там вибрировать и у них пульс увеличивался в обоих группах. Обе группы бенипусов могли определить когда человек врет и когда он говорил правду через филологические ответы. И чем выше температура воды, тем более чувствительнее бенипусы становились. Заключение и оптимизация. Индивидуальный бенипус 07 в аквариуме показывал значительное физиологическое отклонение от своих ответов. Через ретроспективные анализы мы определили, что несмотря на описание, которое описывал волонтеры, было ли оно фальшивым или нет, седьмой частенько верил картинке на описание, которое описывал бананы. Интересно, из-за того, что это личное предпочтение к бананам или потому, что высокая температура повлияла на мнение седьмого. Благодаря этому, он седьмой более хотел верить, что это фрукт на карте был тропической природы. Это надо узнавать дальше. Последовательные исследования расширятся и оптимизируют текущие экспериментальные опыт в зависимости от двух этих логик, чтобы определить, как дальше следовать. Прикольно. Так. О, зал футбольный эзра и фанал. Но, видимо, так, эзра так вот меня выгнали к человеческим спортом. Вот я буду заниматься человеческим спортом. Стеклянные так, слиперы. Ну, слиперы это же просто тапочки. Тапочки же, наверное. Красивые, надежные и невозможно игнорировать. Возможно, оно не особо подходит, но у нас нет другого выбора. Ладненько. Посмотрим, какого у нас другого выбора нет. Вот. Стеклянные тапочки. Часть 11. Дверь закрыта. Привет, это Вертин. Мисс Дезерт Фланел, Эзра все еще с тобой? Через некоторое время дверь все еще закрыта. Мисс Дезерт Фланел? Тишина это единственный ответ. Спатадея решила наблюдать за постройкой лично. Я буду наблюдать, чтобы никто из них не попробовал даже пальчиком коснуться стадиона, да? И Улу прямо сейчас с ней на площадке. Мне любопытно, как у вас дела с Эзрой идет? Эзра там плачет, наверное. ответа нет. Они, а может они ушли куда-то? В магазин. Их нет в комнате? Я знал это. Записка оставлена на столе возле кровати. Показываю Эзра каков мир на самом деле. Вернусь скоро. А что Эзре показывать? Он парень умный. Он все знает. Он как раз был прав и логично. Или это кстати фланел такая да нормально арканисты все хорошо. Мы защитим людей. Может быть будет какой-нибудь консенсус. Ладно будем надеяться что разрулить ситуацию. Вот это вот. Смотри за ногами и за головой. Что тут за концерт какой-то там. Или как там билеты покупают там паника. Люди здесь никогда не смотрят вниз. Таким образом ты получишь грязные ботинки когда ты выберешься отсюда. Вот держи за руку. Мисс Дезерт Фланелл что это за место? Что мы здесь делаем? Она может хочет показать что видишь это человеческий спорт но здесь и арканисты играют и участвуют там поэтому и в арканистском спорте люди тоже должны возможно она вот это покажет да что-то что нужно сделать и что-то что нужно сказать чем глубже они идут тем громче и ярость нет кстати они слышат крики от толпы эй чувак не стой на пути а большой парень отступает в сторону вспышка пронзает воздух и протыкает глаза Эзры единственная вещь что он может видеть это просто белизну ох красота это ух в стадионе это конечно представьте ну как представьте наверное кто-то из вас участвовал в таких выступлениях а вот я не участвовал когда живешь в маленьком городе сложно найти такой большой стадион поэтому напишите в комментариях как там как это когда большая аудитория там концерт там все вот это или там игры и там все такой завтра орет и ты такой вместе с ними ух чувство единения это разогрев перед игрой в рогби это конечно не формальная игра но аудитория это кстати энтузиазм прямо таки горит не имею ввиду сложно даже билетик сюда получить но я дезерт фланел и я знаю людей на улице даже когда я не в своем родном городе в мэлбордне прости я никогда не смотрела никаких игр не смотрела господи это же парень я никогда не смотрела никаких игр и я не знаю правила рогби я не думаю что я пойму ничего из этого не возражаешь если я уйду не-не-не эзра сиди и смотри а я не уборю не все в порядке типа не переживай что ты правила не знаешь потому что игра это не то ради чего мы сюда пришли обмашечки видишь того паренька это Том он сияющая новая звезда в этой НРЛ лучше кстати фуллбак которого никогда либо был он из клуба там Мелборна а поэтому он тебе билетик дал возможно она такая слушай ты же знаешь меня я знаю бери билет отпусти у них есть и чайка как их клубный маскот с рыбой и чипсами во рту ну хорошо ладно и вот этот вот чувак это Кип Карл из Синего Озия он один из тех игроков которые знают как в рукопашку сходиться они называют его Незбиваемый К и в конце концов я хочу чтобы ты посмотрел на вот этого паренька поменьше это Руссел не выглядит таким уж мощным не так ли но он очень уж скользкий Джер Бо потому что ооо парень он быстр когда он получает шар но как это связано с нами я все еще не понимаю Эзра угадай как много из них арканистов неудача 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 какая разница кто из них арканист а кто не арканист они все арканисты отлично отлично Руссел снова это сделал отличные перерывания ключевой гол а теперь Джер Бо скользкий как масло беги беги Руссел победа будет приближать Шепардом из Мелборна на зеленом поле Руссел кричит радостно после того как он забил гол он рисует крест символизирующий победу на своей униформе испачканную грязью и бумаг травой Руссел Руссел давайте Руссел поддержим Руссел 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 волна за волной радостная аудитория кричит на поле Эзра однако внезапно ее затягивают силы за руку и выбирается из стадиона внутри темной и долгого туннеля Дезерт Фанел идет без сомнения Человечество известно за их физическую крепость и выносливость но при этом Том и Кип Карл люди пока Руссел чьи навыки непредсказуемость его сила он при этом арканист он такая вот эти наверное люди потому что они мощные а вот этот непредсказуемый поэтому он скорее всего арканист логичное предположение физическая мощь и различные навыки это по-любому да уважаемые свойства человечества и арканистов однако вещи не такие простые как они кажутся она останавливается возле двери стучит и открывает ее раздевалка цена успеха суровая работа то что их приветствует это раздевалка наполненная потом пылью травой всякими лекарствами и различными проклятиями игроки черные синие заняты тем что приходят и уходят ни у кого нет времени чтобы позаботиться об этих двух которые зашли сюда куда не надо а на самом деле они все арканисты вот-вот споттд сказать что смотри арканисты захватывают человеческий спорт а боже мой что делать дерьмо дай мне эту штуку отдыхает эй будь осторожен не переусердствуй обезболивающие на них можно потесть ты же знаешь и газетчики будут кстати интервью братья чемпионов так что там не опьянете перед камерой эй слушайте меня там все пьют это вот эти раз спорт это конечно очень весело но также он может быть очень опасен особенно в таких спортивных мероприятиях как рагби там мма бокс который вовлекает так сказать интенсивный физический контакт где там хренак люди сталкиваются просто бьют друг другу лица и арканисты которые хороши в лечении это естественно станут лучшими атлетами среди них всех 15 минут это все они занимают большинство арканистов занимают 15 минут чтобы лечить пациента и перед это случилось атлетики просто паин килл чтобы помогать пройти гейм 15 минут это все что нужно большинство из арканских лечений требует только 15 минут чтобы вылечить пациента и прежде чем это случится атлет просто примет обезболивающее что помочь себе прорваться сквозь игру и после этих 15 минут они свежие и здоровые прямо как эти фигуры атлетов которые ты находишь в магазине сувениров они могут рисковать ударять как маньяки и им не нужно даже переживать о том что они пропустят какое-нибудь важное спортивное мероприятие если они поранятся потому что даже если они поранятся 15 минут оп и все да это жестко как людям но людей же тоже наверное лечат нет это преимущество именно так это невероятное преимущество но на самом деле они так хороши как они выглядят их слава приходит с ценой всякие так кстати набирающиеся урона и невозвратные слезы продолжают появляться снова и снова но есть все еще небольшой слоник в комнате он ходит кругом делает шумы которые не подходят этому месту так же как разговор который у нас был в комнате издевалки а которую мы в этой разговорке но на спортивном поле где там кровь кипит сила и мощь единственные вещи которые важны ни у кого нет времени чтобы остановиться начать спрашивать что мы делаем здесь прямо как у них нет времени чтобы заметить этого слоника что кто там человек не человек просто мощь покажи свою мощь 10 лет назад Маргарет из холма был прямо таки неуязвимым в суде видимо он ее там предсказывал там читал мысли что-то такое август последнего года она умерла на последний день зимы они не в суде там это на поле видимо там звезда умерла она умерла от повторяемой раны очень частенько что органисты которые лечат самих себя и получают одну и ту же рану они получат ту же самую рану и в будущем их тело становится хрупкими они могут даже вывернуть свою от того что идут ничего не делают иногда даже могут сломать кость или две нет она умерла от передозировки ей нужно было ужасное количество обезболивающих чтобы облегчить боль так много что ее тело было не выдержало но это это жестоко мы должны мы должны отчитаться основанию чтобы решить эту проблему навсегда атлеты чтобы могли играть в безопасном тогда атлеты смогли бы играть более безопасным образом если бы дадим им помощь это редко видеть от паренька такого неуверенного и нервного кстати на его лице дичачьим выглядит такое удивление и страх дезерт фланел смотрит на него но что если я скажу тебе что арканистов тоже нет выбора для людей у которых есть талант для спорта они могут выигрывать медали своими собственными физическими силами получается арканистам нужно прям как пользоваться всем своим преимуществом чтобы быть наравне в этом соревновании она тихо кивает прикиньте у вас есть мега регенерирующая способность за 15 минут травму лечить то есть вы можете так сказать рисковать собой все такое прочее и даже при этом вы только-только дотягиваете до обычного мега спортсмена скажем так человека который если сломает так сломает там на полгода а он такой богатыри такие русские я не знал мне жаль правда дизерт фанал снова кладет свою руку на плечика и тянет паренька в своих руках в обнимашке я не хочу чтобы ты чувствовал себя виноватой виноватым и я не специально тебе тут больно причиняю но Эзра я тоже была однажды одним из них я жила на призовые деньги но я только говорю правду это случается каждый день каждую секунду каждый момент привязанность к лекарствам неизлечимый физический урон это практически судьба для каждого атлета арканиста и никто за этим не следит ни клубы ни управляющий игр применение лекарств это личное поведение вот и все люди которые спорт это их жизнь они не хотят вести жизнь без него я даже не знаю как бы они жили в тихой жизни так что у них по сути нет выбора спортивная индустрия людей она щедра они предлагают равные шансы для людей и арканистов но она также жестока атлеты здесь это прямо как девушки в истории золушки которые хотели чтобы их ножки вместились в стеклянные так сказать босоножки но не влезали у них нет выбора кроме как отрезать кусок свои ноги чтобы заполучить славу ничего себе история у вас у золушки интересная была то есть там люди резали ногу себе чтобы вот ботиночек влезло но это это же не честно эти спортивные эти спорты и правила не подходя не подходят для арканистов к ним относятся несправедливо к ним не относятся серьезно как к котлетам да нет по моему относятся к серьезным это вот спатадея одна из них она тоже в боксе там тоже видимо вот почему она может позволить себе в боксе участвовать я такой думал что вот бокс для девушек наверное не особо хорошо потому что раны но спатадея а я могу вылечиться и все но вот почему она была такой яростной что у людей преимущество они там не могу с ними сравниться даже значит слухи что они спорят друг с другом это правда ух вот этот Микавелли это блин вылез молодец какой камера здесь это это человеческий представитель этого события камера иди-ка сюда это человеческий представитель события бам молодец ты тот папарацци это не то как вежливый паренек должен обращаться к другим мисс Эрзера а ты невежливый мэйковер я просто любопытный журналист который наткнулся на вас пока следил за игрой ругби да 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 рассказывай ты за нами следишь просто от входа смотри что говоришь мистер это оскорбление она прикрывает Эзеру и быстро двигается назад но сзади них все еще клик камера мы зажаты в углу тогда мы разломаем его камеру и чтобы он знал цену за то что он такой врунишка ну как бы он не врунишку он мерзкие слухи распространяет что с ним поделать давайте бьем его да давай давай двигаемся давай убиваем того убиваем этого объединялась объединялась там вот с потаде накидали они умрут наверное от этого ага а тут вторая волна тут я потратил трешку надо было сейчас тут раз накидываем улетел ульта наверное ему не нужна замечательно на этом мы эту серию закончим как обычно по одной главке в день надеюсь вам все понравилось вы поддержите меня лайком напишите комментарии посмотрите ссылки телеграма с плейлист все такое прочее на этом я прощаюсь всем спасибо всем пока гостем попал этом е Продолжение следует...